Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. В Москве 3 минуты 3-го. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова. Да, и мы просто счастливы представить вам нашего гостя. У нас в студии известнейший писатель, учёный Януш Вишневский. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы вас действительно очень ждали. Вот просто ещё пару слов о Януше, его книге, в том числе абсолютный бестселлер «Одиночество в сети», невероятно популярна в России, во всём мире. И вот на этот раз к нам господин Вишневский пожаловал со своим новым романом, который называется «Все мои женщины. Пробуждение». Вот она у нас книжечка. Скажите, пожалуйста, Януш, я где-то прочитала, что когда вы писали свой самый первый и самый известный, мегапопулярный роман «Одиночество в сети», вас часто обвиняли, что это буквально 316 страниц страданий. Вы сказали, да, окей, я в тот момент страдал, выплеснул всё в книге, потому что так себя чувствовал. С каким настроением писали свою новую книгу? С другим настроением. Мне очень приятно быть снова в Москве, и я очень благодарен, что вы меня пригласили. Никогда у вас не было. Добро пожаловать, да, приходите к нам почаще. Как только книжка, Януш, у вас примерно раз в год. Каждый год приходите. Если это будет, я им расскажу в издательстве, что это адреса, в которой мне надо должно быть. Спасибо, нам приятно. И с радостью приеду. Я писал эту книгу вдруг, потому что, когда я писал, 16 лет тому назад, в это время мне эта книга была нужна, как психотерапия, потому что я чувствовал себя плохо, как мужчина. Ну, тогда менялась вся ваша жизнь, да, так получается? Ну, это 16 лет, много произошло в моей жизни. Настроение, эмоциональное состояние, мы теперь по-другому. Теперь я перехожу через очень счастливый период в моей жизни, и я это писал в другом настроении, эта книга. Она тоже о любви, она тоже о страсти, она тоже грустная, тоже разные эмоциональные, очень эмоциональные истории, но она была писана в другом настроении. Вы говорите обычно, что, когда пишете тот или иной роман, вы чему-то новому учитесь. Вот, например, когда вы, скажем, писали роман, не могу найти название, один из ваших известнейших романов, в общем, вы изучили всю историю Второй мировой войны. Да, это самый важный на меня роман. Вы знаете, моих романов перевели их на 18 языков в разных странах, очень экзотично, и в Альбании, и в Вьетнаме, и в Китае, но моих романов нет в Германии. А почему? 30 лет, вы живете во Франкфурте. Я все сделал, чтобы их не было на немецком. Сами, лично? Да. Мне просили издательства, чтобы мне продавали прав на мои романы в Германии, потому что я хочу быть в Германии, там, где я работаю, с моими друзьями, учеными, нормальным ученым, не автором бестселлера, до которого... Приходят информатикам и химикам. У меня есть кандидат, я кандидат информатики, сделал работу, докторскую работу по химии, и соединяю информатику, используя информатику для химии. Информатика в химии, насколько я знаю, этим занимаются буквально... Можно писать программы, которые нужны химикам, я знаю эти две области, они подумали там в Германии, что Вишневского надо пригласить, чтобы использовать его мозг, он немножко дешевле в это время был, чем хорошо. Мозги немцев. И я приехал в 87-м, это другое время, советское время, у вас на мире уже еще не было, я думаю. Вот родилась как раз. И начал писать программы для химии, мне это нравится, это очень интересно. Но то, чем вы занимаетесь в химии, в науке, там буквально 50 человек в мире в этом разбирается, насколько я знаю, такая очень такая... Этой области, в которой я работаю, трансляции химических соединений, структуру химических соединений, в химическую номенклатуру знают, может, 50 людей в мире. Слушайся... Но это так и есть теперь в науке, теперь очень специализировано. Но как же так получается вам совмещать гуманитарий в литературе, да, и человек, который занимается точными науками, вот, в своей научной деятельности? Как у вас это все получается? Это для меня удивительно, что это удивительно для других. Я не понимаю, почему человек, который работает в точных науках, не может писать интересно о чувствах. Никогда не нашел в этом никакого парадокса. Много людей, которые работали в точных науках, имели, может, нет, гуманитарное образование, такого у меня нет, но имели гуманитарную душу. Например, Эйнштейн, он прекрасно у нас крепко играл, это все знают. Сначала никто не хотел его слушать, потом, когда он был очень популярным, все хотели с ним играть в одной команде. Например, физик, который получил Нобельскую премию по физике, Ричард Фейнман, он писал прекрасную поэзию. И когда он умер, они нашли в ящике прекрасную поэзию Фейнман. Что же он не публиковал в своей жизни? Ну, потому что он думал, что это может быть в его жизни неважно. Если бы я не переходил через этот период грусти в моей жизни, может быть, я бы никогда этого одночества в сети не опубликовал, никто бы не знал. Может быть, по моей смерти нашли этот манускрипт в ящике. Хорошо, что случилось по-другому, Януш. В электронном ящике, и бы удивились, что Вишневский занимался химией, но на другом уровне, потому что я пишу о химии. Потому что чувство — это тоже химия. Чувство — это тоже химия, да. И вы нередко в своих интервью даете формулу любви. Она простая. Да. Только 9 тяжелых атомов, 6 углов, 8 углов, 1 азот. И это называется фенилетиламина, она принадлежит группе следовых амин. Может быть, вы не были на этой лекции в школе, а следовые амин — это амфетамины. Они металлиболизируют амфетаминов, и любовь начинается от наркотика. А влюбленности и любовь — это разные? Есть немножко разницы. Потому что специально вы в СМИ, в телевизии, вы говорите только о этой первой фазе любви. Это на латинском языке называется либидо. Это влечение. Есть другие фазы. Есть и эрос, есть и филия, дружба. Четыре, вот лично вы заявляете, да, что их четыре. И, конечно же, самая первая фаза, которая у женщин самая любимая. Вот это вот, когда страсть. Не то нужно, потому что это влечение нам нужно как для хомо сапиенс, потому что без этого влечения нас бы не было. Интересно, как с таким влечением люди живут вместе по 30, 40 и 50 лет? Давайте об этом узнаем. Он меняет это влечение в что-то другого. Вот, на самом интересном, а мы сейчас прервемся. Об этом попозже, дорогие друзья. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас сейчас музыкальная пауза. Лучшее в стране. Друзья, продолжается эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». И сегодня Януш Вишневский у нас в гостях. Автор книги, которая называется «Все мои женщины. Пробуждение». Книга, которая уже поступила в книжный магазин, и можно ее приобрести. Делайте это с удовольствием, читайте хорошую литературу. Да, я от себя добавлю, что Януш знает о химии и любви все, потому что в Германии вы работаете в науке, в Польше являетесь просто самым популярным польским писателем. Скажите, пожалуйста, мы с вами заговорили о том, как прожить долгую и счастливую жизнь в браке. Вы большой специалист в этих вопросах. Я пока готовилась к интервью, просто зачитывалась вашими афоризмами, цитатами, выражениями. Вот вы, например, сказали, что в отношениях между мужчиной и женщиной 90% — это умение общаться, понимать друг друга, разговор, и только 10% — это секс. Что-то поменялось вам в вашем мировоззрении? Иногда, если я бы знал формулу любви, я бы был миллиардером, купил себе астер, а вы были бы помилителем планеты Земля. Просто я живу очень много лет на этой земле. Я пришел к выводу, что самое важное в отношениях разговоры, если ты хочешь с кем-то разговаривать, если ты хочешь бежать с работы, чтобы сказать что-то важное, счастливого или несчастливого, любимому человеку, любимой женщине, разговоры очень интересные. Если ты хочешь следующее утро говорить с этим человеком, а секс играет огромную роль, это изменяется. Для молодых людей эта эротика самая важная, это влечение, это такие невероятные чувства. Это правда. Но если отношения базируют только на влечение, это плохо, потому что... Со временем это уйдет. Потом это кончится. Это нормальный процесс, называется в социологии хабитуация. Просто это кончится. В лечении возникает определенная химия, которая появляется в нашем мозге, и потом концентрация этих субстанций унижает. Это нормальный процесс. Это хорошо знать. Это привычка. И то, что в жизни может быть не одна, любовь не две, не три. Да, чтобы женщины знали, что если он не делает этого ежедневно со мной, это не значит, что меня не любит. Это просто так есть. Это нормальный процесс. Я прям задумалась сейчас. Глубоко с этим. Дайте, пожалуйста, совет людям, которые смотрят, слушают Страну ФМ, хотели бы сохранить на 50, может быть, и больше лет свою семейную жизнь счастливой. Я думаю, эти четыре фазы, о которых мы говорили пять минут тому назад. По-другому задам вопрос. Нас слушает огромное количество женщин, девушек. Наверное, вам известно, что многие из них не замужем. У нас вообще какая-то беда в стране. Может быть, красавица, умница и одинокой. Как удержать мужчину? Что нужно для него делать особенного, чтобы он с ним больше остался? Теперь очень тяжело. Красивым женщинам теперь очень тяжело. Вам, я думаю, тяжело. Да вообще кошмар. Что делать? Я думаю, что мужчины имеют какой-то страх перед женщинами, которые красавицы. Очень вид, физический вид. Есть такая книга Нэнси Эдков, она называется, я ее читал на английском, «Survive only beautiful. Только красивые люди будут переживать». И она говорит много о несчастье красивых людей. Они тоже счастливы, им легче в жизни часто поучить хорошую работу, авансировать и так дальше. Но для женщин это очень трудно, потому что есть такие дистанции. Мужчины имеют страх перед красавицы. Боя, если еще женщина умная, потому что ничего больше сексуального, чем знание, интеллигенция, по-моему, то это просто для некоторых мужчин есть огромные проблемы. То есть лучше даже не начинать? Они должны начинать. Мужчина не имеет этого страха, чтобы быть независимой, интеллигентной, красивой женщиной, это прекрасно. Ну вы где-то сказали, что есть два основных условия. Я все про удержание мужчины, Януш. Это говорить вам, как вы прекрасны, даже если мужчина играет просто на губной гармошке, цитирую вас, и гладить мужчину по плечикам, чтобы снять лишнюю агрессию. Это правда. Мужчины хочут слушать ежедневно от своих женщин, что они первые, первые на самые. Короли, короли повелители. Может быть, если играют только в гармошку, лучше, чем другие. Это для них важно. Так и есть патриархальная модель. Это так было. Но теперь есть проблема для мужчин, потому что есть много альфа-женщин. Я называю их, ученые тоже их называют, альфа-женщин. Не альфа-самцы, как раньше было. Не, альфа-женщины, которые лидерами, которые теперь имеют невероятную позицию, у которых есть власть, у которых есть деньги. Они сексуальны? Для некоторых сексуальны, для некоторых... Вы знаете, сексуальность тоже связана со страхом. Есть химия, химия, которая появляется, как вы боитесь, очень похожа на химию, которая появляется, когда у вас возбуждаете влечение. Она очень похожа. Похожие субстанции. Есть такие исследования, которые это сделали. И иногда очень страх, очень, как это сказать... Является таким катализатором страсти. Катализатором страсти, это правда. Давление повышается, понимаешь, пульс учащается и начинается. Друзья, сделаем небольшую паузу музыкальную. У нас сейчас история ответственность за романтику. Илья Логутенко, мумитроль. Януш Вишневский в гостях в телерадиоканале «Страна.ФМ». Если вы направляетесь в книжный магазин, обязательно прихватите новую книгу, которую вот он сегодня здесь презентует. Вы ее видите. Называется она «Все мои женщины пробуждения». Примечательно то, что Януш Вишневский написал этот роман, будучи в абсолютной любви, в прекрасном настроении. Я думаю, что для каждого эта книга может стать отличной вот на ближайший сезон. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, писатель Януш Вишневский сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о его новой книге, мы говорим о жизни, мы говорим о женщинах и мужчинах. Мы говорим о том... О изменах, о любви, о формулах, о молекулах, о тестостероне, о кситоцине. О кситоцине. Это так важно. Да-да-да. Это то, что у женщин вырабатывается, да? Вы счастливы, потому что это красивая субстанция, которая очень важная. У мужчин очень мало ее. Она отвечает за верность. У вас тестостерон должен быть. У мужчин есть ужасная субстанция, называется тестостерон. Она отвечает за много воин и много борьб. Тоже в судах. Агрессивная, в общем, такая штука. Давайте поговорим о том, как вы пишете ваши романы. Скажем, вот, например, в вашем новом романе «Вся моя женщина. Пробуждение» много ли самого Вишневского? Да, эта история базирует на реальной ситуации, трагической ситуации. У меня есть друг, он работает ученым в Берлине. в этой книге не химик, не биолог, в этом есть математик. И он один раз ехал на поезде на научный конгресс в Берлине, на поезде в Амстердам. И вышел покурить на станции, вы знаете, теперь курящим очень трудно в поезде. И что-то произошло в его мозге, он попал в кому. У него был удар. Это на самом деле история случилась с вашим товарищем? Да, это мой друг. И так случилось, что он с этого купе выбежал, чтобы покурить в пиджаке другого человека и документы были другого человека. Он просто, это просто, я использовал эту историю, мне подозволил, чтобы эту историю использовал. И на нем пропал человек. Уехал с Берлина, не доехал до Амстердама. Там были документы другого человека, никто не, он не мог говорить, но он был в коме. И просто не было его. И все его искали. Я объясняю, как то случилось, что они нашли его в этой клинике в Амстердаме. И когда он был в этой коме шесть месяцев до этого, в этой клинике, в которой я был, посетил ее, говорил с врачами, с медсестрами, отдышал воздухом в этой клинике. Я хотел, чтобы все было реально. Когда он там был, этот человек, это кончится историей моего друга, я бы хотел сказать, чтобы он не, это не его история. Но я придумал и использовал историю других людей. До этой клиники начали приезжать разные женщины. Женщины его жизни. Этого человека, который там был. Они узнали, что он там есть, может быть, что он больше не будет жить. Он на грани смерти жизни. У него были два эпизода клинической смерти. Это очень близко к концу. И они там приезжали с разных поводов. Жены, любовницы. Жены не было. Самая любимая женщина, которую он любил в жизни, которая с ним развела, потому что он не имел для ней время занять своими проектами, невероятно важными. Все работа, работа. Для мужчины всегда проекты самые важные. Она не приехала там. Но другие, его любовницы, женщины, которые он встречал, которые использовал, тоже сексуально, которым обещал отношения, и никаких отношений не было. Определенная карма получается. И они там приезжали. Но некоторые там сидели перед этой кровати, говорили с ним, плакали, читали ему книги. Это очень... Просто и он о том узнал после пробуждения. Повезло ему. Он пробудился после шесть месяцев. И медсестры, врачи ему рассказывали, что удивленно, много женщин... Сколько женщин тебя любили? Все не рассказывайте, прочитаем. Финал неожиданный? Я думаю, что ожиданное. Потому что я веду так сюжеты, что интеллигентный читатель будет знать, что будет в финале этого. И он меньше трагичнее, чем в других моих книгах. Менее трагичнее. Но вы говорили где-то в интервью, что вам самому интересно, как развиваются ваши герои, что вы никогда до конца сами не уверены, как себя поведет герой в той или иной ситуации. Это правда. Это есть приключение. Писать книги, а пишем мы свои книги, может быть, как вы читаете. Интересно, он уже будет на следующей странице. Янаша, интересно, как проходит сам процесс написания книги. Вот вы же работаете все-таки химиком, занимаетесь важными делами. Информатикой. Информатикой, да. Литература тоже важное дело. Это безусловно. Но литература, как вы сказали, это ваша... Любовница. Процитировать любовница, а наука ваша жена. Это правда. Так вот, как бурный роман с вашей любовницей проходит? Вы какое-то... Как вот вдохновение, может быть, вино вы выбиваете. Чуть-чуть слушайте музыку, вот как вы себя накручиваете. Надо иметь план книги. У меня есть схема, как компьютерная программа. Вы на листочках пишете? Да. Но если случайно то, я пойду в эту сторону, если случайно то, я пойду... Но я не знаю, в начале, если я пойду в эту сторону, или в другую сторону. Я знаю, что будет на конце, я знаю, что будет в начале, я знаю, что я хочу рассказать. Для меня в литературе самая важная история, сюжет, чтобы рассказать интересную историю. Я бы сказал, что 99%, которые базируют на реальных событиях... Жизнь вам частенько подкидывает реальные сюжеты. Мне опасно что-то сказать, потому что я могу это использовать в книге. Хорошо. Потому что мне трудно как ученому придумать. Я не хочу придумывать историю. Можно посмотреть всю жизнь. Так тем-то и интересны ваши романы. Я думаю, потому они имеют такую огромную популярность, потому что ты читаешь, ты понимаешь, что это не придумано. Это может быть с тобой, это может быть с тобой и с тобой. Это произошло. Я делаю много исследований. Вы уже рассказывали, например, бикини. Это два года работы. Скурпулезного изучения истории. Потому что это история любви во Второй мировой войне, бомбардировка Дрездена, Нью-Йорк, 45-46-й. Я был в Дрездене, я был в Нью-Йорке. Потом много читал о бикини, от Оли Бикини, где американцы сделали этот тест, прогнали весь народ и никогда этот народ не вернул на это. Это очень много работы было. И в каждой книге для меня эти маленькие детали... Расстояние вы меряете. Это важно для меня. Что ты чувствуешь, что ты был в местах, о которых ты пишешь. Что ты дышал воздухом. И поэтому я там поехал, в этой клинике. Говорил с сестрами. Одна красивая герой, это медсестра, которая приехала с Капе-Верде и там работает. Невероятно умная, необразованная, но очень мудрая женщина. Это все придумано. Я знаю, что я хочу написать. Но как я это напишу? Если я в лифте, по дороге от Курения до офиса, где я пишу, встречу красивую блондинку. А хотел, чтобы она в книге была брюнеткой. А она будет блондинкой, потому что это изменило мое настроение. Друзья, скоро Януш сейчас работает над следующей книгой. Если там будет блондинка, вы знаете, откуда эта блондинка. Вы знаете, где ее искать. А правда, что вы своим любимым блондинкам, брюнеткам не даете читать ваш роман? Никому. Потому что, по-моему, самое важное можно в жизни сделать в одиночестве. Это не что мне... Да, это самое важное. Я жду, я ищу этого одиночества. Я никогда не пишу книги, когда в офисе кто-то-нибудь есть. Все мои друзья уходят дома. Януш один. А я остаюсь в этом пустом, темном, всегда вечером пишу. Но я вот читала, что вы пишете вечером. Любите выпить бокал хорошего вина. С него-то все и началось, кстати. Мне надо быть в состоянии меланхолии и грусти. Я ее подготавливаю. Читаю поэзию красивая. Есенина вашего, любимого нашего. Да? Правда? Три дня тому назад я был в Петербурге. Тоже принимал участие тоже в культуральном форуме, который происходил. Очень интересное событие. И мне там организаторы послали в гостиницу Аглитера. Аглитера? Аглитера. Там на этом этаже я жил, где повисил или ему помогли себя Сергей Есенин. Ну просто я сказал, мне надо что-то нибудь здесь написать. Я его... Чувствую. Он есть. Его дух ходит по этой комнате, в которой он это сделал, уже нет. Потому что там была перестройка, там сделали ремонт. На это было такие... И, например, напротив от моего окна в гостинице я смотрел на Исаковский собор. Исаковский собор, да. Это все абсолютно мистично. Исаковский собор. Там лошади ходят. В Петербурге там очень часто на лошадях и едут сюда. Интересно. Идеальная обстановка для написания романа. Там за плечами, может быть, ходит где-то нибудь душа Есенина. Это грустно, это нашло. Друзья, мы сейчас, не уходите далеко от телевизоров, радиоприемников, сделаем небольшую музыкальную паузу, после которой непременно продолжим общаться с Янушем Вишневским. Мы сегодня у нас в гостях известнейший польский писатель Януш Вишневский. Он приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый роман, который называется «Вся моя женщина. Пробуждение». Вот знаете, Януш, вы в одном интервью заявили, что мужчины, как вид, исчезнут через 15 тысяч поколений. 50 тысяч. 50 тысяч? Не делайте страха людям. Спасибо, а то я прямо испугался. Для женщин 15, 50 это никакое. Примерно одно и то же. Но это долго, не надо попасть в панику. 50 тысяч поколений. Я почему вас спрашиваю? Мне просто действительно очень приятны многие вещи, которые вы говорите, как-то они ложатся в моем сознании. Вы вот считаете, например, что женщина вообще живется сложнее, чем вам, мужчинам. Да это правда. У вас есть другая химия. Как химия, короче говоря. Не только химия, у вас есть... Самое важное. Во всех моих книгах, я думаю, что мои читатели это заметили, тоже мужчины. Что я их все вставляю на педестал немножко. Нас, женщин. Да, это очень приятно. Спасибо вам за это. В той же книге. В той же этой книге. Они лучше, чем мужчины, которые вокруг главных героев. Он тоже... У него есть ретроспекция. У него есть друзья, разные друзья. У него есть его берлинский врач, который такой мачо с Сицилией. Там есть много калейдоскопов, многих мужских характеров. Но есть много женщин. И как сравнить женский пол с мужским полом в этой книге, но пол женщины предоставили. Потому что я так думаю. У женщин это лучше. Я не могу себе представить, если бы во власти всего мира были женщины, и бы посылали на войну своих сынов. Это просто невозможно. Это не да, это нелогично, как минимум. Без подругу. Вот слушаешь вас, мужчины, и думаешь, да, вот мы такие красивые, мы такие умницы, все. А почему же тогда мужчины изменяют? И вы говорите, что это нормально, что без этого никак, и делаете больно женщинам. А сами же в своем интервью, кстати, сказали, что мужчину нужно прощать, если он изменил, потому что потом пожалеешь. Потому что, ну, мужчине надо прощать, мальчикам всегда надо прощать. Вы до сих пор так считаете? Потому что мужчины до конца остаются, очень много мужчин, остаются мальчиками. Разница между взрослым мужчином и мальчиком, и столько цены его игрушек. А женскую измену вам приходилось прощать, мальчики? Женщины тоже изменяют. Но они верны любви к чувствам. Они такие... Кому сложнее изменить, женщине или мужчине? Вот как вы считаете? Мужчине, да. Мужчине, да. С чего начинается измена мужская? Измена мужская, что он начинает думать не только о себе, что он начинает слушать, а не только говорить. Потому что мужчины... Мне все спрашивают, откуда вы знаете так душу женщины? Вот откуда, Януш? Я скажу, читаю много. А что читаете? Нет книги на английском, немецком или польском по психологии женщин, которые я не прочитал. Регулярно читаю Psychology Today, регулярно читаю психологи Хойте на немецком. Я читал и Юнга, и Карен Хорни, все, что написано есть. То есть докторскую по психологии вы бы тоже защитили? Может быть. Эрик Берн что-то такое? Да, я их много читаю, но самая главная информация о женщинах, я получаю от женщин сам. Ну, они много-много говорят. Женщины говорят невероятно много, 32 тысячи часов в суток, а мужчины только 8 тысяч. Если ты возьмешь шум, информационный шум по теории Шанона, ты оставай 24 тысячи, это в три раза больше, чем мужчины. В три раза больше, действительно. И женщины говорят о очень невероятно важных вещах, о эмоциях. Они хотят общаться, чтобы говорить о эмоциях. Мужчины тоже бы хотели говорить, но такая есть модель, что мужчина должен быть сильным. И такой есть парадокс. С одной стороны, женщины бы хотели, чтобы он о своих чувствах и эмоциях говорил. А подругам, если он за много говорит о этих эмоциях, они так на него смотрят, что он больше не мужский, так и метросексуальный. Мы тоже уже что-то не то. Да, да, да. И это для нас. Мы всегда на сложной позиции, нам тяжело. Я немножко смеюсь, но это проблема. Информацию о женской душе я получаю от женщин. Вы влюблены сейчас? Да, я влюблены сейчас, я очень счастливый. Там ждет меня женщина в Гданьске, потому что я изменяю мою жизнь, невероятно. Расскажите. Эта книга тоже с этого повода. Потому что после 30 лет в Франкфурте на майне жизни, в моей маленькой отчизне, Франкфурт есть моя вторая родина. Вашу вторая родина. Польша, если ты живешь в каком-то пространстве, 30 лет, ты строишь свою маленькую отчизну. Это может быть человек в пекарне, который продает твои булки. Или человек, или женщина из Украины, в которой я купаю свои продукты. И они там теперь работают. Вот эти вот маленькие нюансы, мелочи, из которых все... Есть такие слова на немецком, Heimat, маленькая отчизна. Я теперь снова вернусь в Польшу. После 30 лет надо жить, начну жить в Гданьске, в горе на Балтике. По море? По море. Недалеко, в России. Калининград только 130 километров от Гданьска. Будете чаще к нам прилетать? Да. Ну и, конечно... Не, первый раз поеду в Россию на автомашине. Ага, отлично. Потому что недалеко. Я никогда не приехал в Россию на автомашине. А с Гданьска до Калининграда очень близко. Напишите про наши дороги. Напишу. Кто, если вы... Достоевский уже о ваших дорогах писал. Да. Вот пришла очередь Вишневского. Да. Ну и мы ждем в следующем году новую книгу. Да, эту информацию я хочу... Я о этом рассказываю теперь, потому что это уже договор, уже не планировано. Это уже происходит, работа над этим. После 16 лет от премьеры книги «Одиночество сети», которая введла меня в этот литературный мир, я решил, решил, я, не издательство мне попросило, я решил написать продолжение этой книги. Не хочу, чтобы это было «Одиночество сети 2». Это не будет никакой сиквел. Я отказывал от этого много лет. Польский издатель хотел, чтобы я написал вторую часть уже три года после издания первой. Потом, как она появилась в России, АСТ и Азбука тоже мне просили. Я всегда отказывал. Потому что я счастлив, что мне эти деньги не были нужны. Просто имели другие темы. Я хотел бикини написать, грант, повторение судьбы. На Фейсбуке есть много-много разных романов. Но теперь я решил написать это. А я решил, потому что я заметил, что главная герой на роде ребенка сюжет книги «Одиночество происходило в 96-м». Она родит ребенка в 97-м. И этому ребенку, этому сыну теперь 20 лет. Замечательно, Януш. Получается, что продолжение «Одиночество в сети» — быть. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. Я очень благодарю. Невероятный, полезный, интересный разговор. До новых встреч. Желаю вам новых романов. И самое главное — любви. Любите. Будьте любимым. Янушу Жневский. Спасибо вашим зрителям. Спасибо читателям в России, которые приходят на встречи, показывают мне свою дружбу и такие очень яркие, милые чувства. До новых встреч. Пока.